Шальное поле среди бела дня попало в окно дачного домика. Этот инцидент заинтересовал только обитателей дачного товарищества, потому что, к счастью, никто не пострадал. Но поле, как говорится, дура, а снаряд молодец. 21 мая в одном из пунктов в Торчерметов, Новосибирске, при взрыве снаряда серьезно покалечило человека. В один прекрасный субботний день, 14 мая, в пятом часу пополудни, мимо мирного дачника и его супруги, накрывавших стол во дворе, пролетела пуля и попала прямо в окно. Вдруг звон разбитого стекла. Посмотрели, одно стекло стеклопакета пробито, второе стало целым. И пуля упала вниз рамы, где находится сейчас. Чтобы понять, действительно ли по садовым участкам вот так вот запросто могут летать пули, нам придется провести небольшое расследование. Так, прицепилась пуля, сейчас я ее буду вытаскивать. А вот она и пулька. Вот такой сюрприз прилетел. Обитатели дачного поселка крешат на расположенное в полутора километрах стрельбище. Народ у нас превышенный, стреляют, ну и пусть стреляют. Нам желательно, чтобы предупреждали, допустим, если они стреляют в нашу сторону, то ракету бы выпускали, мы бы ориентировались, ну куда-то попрятались. Эта пуля, которая и стекло толком пробить не смогла, просто теряется на фоне массы событий с участием огнестрельного оружия, произошедших в весьма людных местах Новосибирска только в этом году. Выстрелы слышали у ночных клубов на вокзальной магистрали и улице Мичурина, у торгового центра на Красном проспекте, на Первомайской и Выборной. 9 мая во время салюта в честь Победы стреляли в доме на Широкой. Жильцы об этом узнали из новостей. Какого-то беспокойства или тревоги при общении с ними мы не заметили. 9 мая здесь стрельба была подъедена? Можете сказать, что произошло? Мы не слышали. А посадочек не дайте? Вообще сказали не с нашего дома даже. Еще не были? Не сошли? Это молодые девочки, 17 лет что ли. Из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение о доставленных двух девушках с диагнозами слепые ранения из травматического оружия левой голени и ранения правого бедра. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, мышленные причинения легкого вреда здоровью. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного преступления. И, наконец, самая громкая история. В буквальном смысле. 21 мая в одном из городских пунктов приема металлолома прогремел взрыв. Поиск по слову «металлолом» на карте Дубльдис выдает так много вариантов, что, казалось бы, шансов найти место события у нас нет. Но через пару десятков звонков нам повезло. Скажите, а это не у вас случайно этот взрыв был? У нас. И что, как там все сейчас интересно у вас? Там ничего нету, все изъяли, все убрали. На самой базе теперь живой души не найти. Трагическое событие произошло, когда работник пытался распилить детонатор реактивной системы залпового огня «ГРАД». Простых новосибирцев, оказавшихся едва ли не в эпицентре взрыва, это не смутило. Средительские показания о том, не здесь ли за стенкой находится тот самый пульт приема металлолома, дают с особой гордостью. Ну, был, все закрыли. А что, давно? Неделю уже взорвался. И что тут сильно громыхнуло-то? Громыхнуло-то сильно, дядьки руку оторвали, ногу. От магазина «Белые росы» до предполагаемого места взрыва боеприпаса – считанные метры. 160 боеголовок сюда сдали. Они приняли его как металл какой-то, а внутри-то еще что-то другое. К расследованию о том, почему огнестрельное оружие, боеприпасы и их применение стали в Новосибирске столь обыденным явлением, и кому от этого жить хорошо, прецедент планирует вернуться в одном из ближайших выпусков. А пока мы пробираемся грунтовыми дорогами по обжитым дачниками окрестностям неких военных объектов и пытаемся понять, не отсюда ли выпущена шальная пуля, потревожившая Владимира Тренбача с супругой. Подразделение, которым у нас привела дорога, совсем уж мирным не выглядит. Но и стрельбища здесь, говорят, нету. Я вам официально говорю, это ГУФСИН. Войскам никаких не имеют. У ГУФСИНа своих полигонов нет. Поэтому здесь никаких стрельб мы не проводим. Не знаю, кто там жалуется. Может, сами балуются. Еще одна потенциальная угроза дачному покою в округе – подразделение внутренних войск. На запрос прецедента Сибирское региональное командование ВВ МВД России отвечает. Пуля калибра 9 мм, полтора километра пролететь не может. Стрельбище оборудовано защитным валом. Более того, поскольку кругом понастроили дач, военным даже пришлось переквалифицировать стрельбище в автодром. Пытаемся убедиться воочию. На принципе, стреляют на этом стрельбище? Стреляют подразделение в новой части. Там даже не стрельбище, а тирк. А, то есть он закрытый? Он не закрытый, он обнесен валами. А. Мнение независимого эксперта подтверждает позицию военных. Данный выстрел был произведен патроном 9 на 19 мм. Это оружие ближнего боя, которое рассчитано на дистанцию 350-700 метров. Это его прямой выстрел. Убойная сила у него 400 метров. Дальше этой дистанции пулю будет уже идти на излете, она уже просто ляжет в поле, никого никак не засыпит. Пули тут не летают, мы тут пуль не видели, конечно. Может быть, там ближе? Я сказать вам ничего не смогу. Стрельбу слышно? Стрельбу слышно, да. Соседство военных с дачниками, как выясняется, никого не смущает. Разве что иногда то ли фантазия разыграется, то ли просто становится скучно.